Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфард, и мы сейчас можем подвести, спустя сутки после начала войны против Украины, можем подвести первые итоги. Итак, я специально показываю время, когда записывается данный ролик для того, чтобы вы понимали, что уже буквально через несколько часов информация может устареть. Но что мы имеем на сегодня? Первое и главное это то, что блицкрик путинским не удался. Его нет. Украина держится и победного марша до Киева не получается. И уже сегодня мы можем сделать вывод, что и не получится. Что дает основания для подобного рода выводов? А основания дают вот это. Дело в том, что, вот как стало известно, под Черниговым сдался в плен целый взвод мотострелковой бригады вооруженных сил. Это произошло вечером 24 февраля. Ими командовал старшина Константин Буничев. Он об этом рассказал сам. При этом обращает внимание то, что они даже не знали, куда направляется. Впрочем, дорогие друзья, две минуты. Послушайте его рассказ. Какого полка? Бригада. Бригада, блядь, блядь, смотрят. Семь-четвертый, блядь. Семь-четвертый чего? Какая бригада Семь-четвертая? Какие вооруженные силы? Схопутный Гайстан. Чего? Всего. Какая страна? Россия. Российская Федерация. Откуда родом? Сибирь. Фамилия, имя, отчество? Ташинобуйничев. Имя, отчество? Антонис Сергеевич. Есть. Адрес? Кемеровская область, город Юрган. Впрочем, на 12. Когда прибыл на территорию Украины? Сегодня. Когда прибыл на державную кордону, государственной границе? Да, государственные границы, когда прибыли? Когда сюда прибыли, на границу? Сегодня. Эшелоном, когда прибыли? На границу. Где ваш пункт постоянной дислокации? Семь-четвертой бригадой. Да, где? В Кузбасс. Кузбасс, да? Это город, да? Это область. Населенный пункт какой? Юрган. Как? Юрган. Есть. Значит, 74-й полк механизированный? Да. Какая дивизия? Дивизия какая? Бригада. Бригада. Армия какая? Какой округ? Или округ, блин? Армия, округ? Центральный. Центральный военный округ. Есть. Какую задачу получили? Проверить мост. А остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали суда? С кем воевать идете? С Украины. С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. А свита какая у тебя? Образование? Образование какое? Техническое. Что оканчивал? Техникум. Где? Военное образование какое? Никакого. Мобилизированный? Ты мобилизированный? Контракт. Ты контрактник? Когда подписал контракт? В 2006 году. В 2006 году. С вами замполиты работали? Что объясняли? Что у нас происходит? Почему вы сюда водитесь? Нет. Какой состав подразделения? Что входит в состав 74-го? 74-й бригады. Ну и что? Вы всерьез считаете, что вот с этим сбродом можно рассчитывать на Блицкриг? Ну, ребят, ну, как говорится, не смешите мои тапочки. Никакого Блицкрига, разумеется, здесь не будет и его не может быть. Потому что дело не только в том, что эти персонажи совершенно никак и ничем не мотивированы. Они попросту обмануты. Они не понимают, что они делают в Украине. Это понятно. Но отсюда следует другое, и мы обязаны обратить на это внимание. Дело в том, что недалее, как вчера об этом сообщил Интерфакс, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что цель военной операции – это денацификация, то есть зачистка страны от пронацистски настроенных людей. И при этом мы не должны с вами забывать, что означает это слово «зачистка». А означает оно то, что я не исключаю, что в ближайшее время в столице Украины, Киеве, может произойти что-то вроде «Ночи длинных ножей», когда будут убирать представителей элиты, и это будут делать какие-то российские диверсионно-разведывательные группы, убивать активистов, убивать российских диссидентов, которые сейчас находятся в Украине, лидеров мнений. Я это совершенно не исключаю. К этому украинцам надо, в принципе, готовиться. Второе, что необходимо понимать, что поскольку план Блицкрига, он провалился, его уже нет, и это понятно всем, то в этой связи надо отдавать себе отчет, что количество единиц высокоточного оружия у российской армии попросту заканчивается. Элементарно, чисто физически, оно не беспредельно. А это означает, что дальше они будут работать неуправляемыми снарядами и реактивными системами залпового огня, они начнут работать по площадям, что они, собственно говоря, уже начали делать. Соответственно, это означает жертвы среди мирного населения. К этому тоже надо готовиться. Надо также понимать, что Путину уже в этой ситуации отступать попросту некуда. И я совершенно не исключаю применение Владимиром Путином тактических ядерных зарядов малой мощности для того, чтобы деморализовать Украину. И у него расчет на то, что Украина поступит точно так же, как Япония в августе 1945 года. Я этого не исключаю. И готовиться к этому нужно. Это совершенно понятно. Путину уже терять абсолютно нечего. Сейчас он, как крыса, загнанная в угол, я отвлекаюсь от того, что он сам себя загнал в эту ситуацию. Его, собственно говоря, никто не загонял. Но факт остается фактом. И отсюда следует вот какой вывод. То же, что стало понятно. Не далее, как вчера. Маргарита Симоньян. Не к ночи, будь помянутой. Она разместила такой твит, что в следующий день победы мы встретим, мол, в Киеве. Хорошо. Ничего хорошего, конечно. Но на самом деле Симоньян выдала важную военную тайну. А именно. Значит, Владимир Путин определил, что к 9 мая необходимо взять Киев. А это означает, что по аналогии, он же повернут на этом победобесе. Значит, к 1 мая должно быть знамя победы над Рейхстагом. Следующую неделю убирать мусор с улицы для того, чтобы на Крещатике провести парад победы. Что дает мне основание для таких выводов, что это и есть план Путина. Очень просто. Я прошу не забывать, что в конце лета прошлого года, 21-го, именно Маргарита Симоньян произнесла свою эпическую фразу «Новороссия, добро пожаловать в родную говень». Ой, извините, гавань. А то, что случилось дальше, мы уже с вами знаем. То есть Симоньян – это рупор Кремля. То есть эти планы более или менее определены. То есть сейчас для украинцев важно сделать то, что они и должны сделать. Это остановить это наступление. Конечно, реакция мирового сообщества в виде санкций, она правильная. Но следует понимать, что санкции – это оружие стратегическое и играет в долгую. В данной ситуации, ну, согласитесь, пожалуйста, ну, вот я задаю элементарный вопрос. Ну, хорошо, вот что, то, что путинские визы не получат, их это как-то остановит? Ну, что это за бред, я не понимаю. Это какая-то вот такая беззубая реакция, и быстро она не сработает. Но дальше следует готовиться также и россиян. А готовиться им вот к чему. Готовиться к тому, что дальше будут внутри страны нарастать репрессии вплоть до военно-полевых судов. И это тоже нужно понимать. Но в целом, пока, ситуация на украинском фронте далеко не безнадежна. Сейчас, на данный момент, вот что, в данный момент известно, что за сутки уничтожено свыше 30 российских танков, порядка 130 российских бронемашин, 7 самолетов и 6 вертолетов. Сейчас потери Украины, вот то, что известно на данный момент, это 137 бойцов ВСУ, 316 раненых и 13 украинских пограничников на острове Змеиный. Остров был расстрелян с воздуха и моря ракетами. Идут бои под Харьковом, достаточно тяжелые бои. Идут обстрелы Киева, но Украина держится. И что я могу сказать? Слава Украине! Мы будем следить за развитием ситуации. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи!